Привет! Сегодня у нас будет небольшая экскурсия по Куршской косе, а в частности мы покажем дюну Эфа, дорогу, расскажем основные вводные данные по национальному заповеднику, сколько стоит въезд, какие объекты здесь посмотреть, а также мы полетаем над дюнами и вы увидите уникальные кадры, которые вряд ли найдутся в других пабликах или видеовыпусках на YouTube. Поэтому присаживайтесь поудобней. Включайте выпуск фоном и приятного просмотра прослушивания. Идите под настилу, не выходя на пески, избегать открытого огня, не прилагать корм диким животным, переходить берегу и вам только в установленных местах. Так, высота Эфа, Куршская коса, апрель 2021 год, 20 апреля. Погода сегодня была примерно плюс 16, ясно, и близится заход солнца. Время по-местному 18.48. От парковки идет большая тропа, по ней эти примерно 2,8 километра. Куршская коса, узкая и длинная песчаная полоса суши с облевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от города Зеленоградско-Ленинградской области до города Клайпида, Литва. В 2000 году включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Длина косы 98 километров, ширина колеблется от 400 метров, в районе поселка Лесной, и до почти 4 километров, в районе мыса Бульвике, чуть севернее Ниды. Название происходит от племен Курши, живших здесь до колонизации Пруссии немцами. К слову, Курши – это западнобалтские племена, жившие здесь с V по начало XVI веков. Примерно спустя 500 метров начинается дощатый настил в виде лестницы, идущей вверх, очень далеко вверх, и начинают появляться большие схламления, поросшие цельной травой, кустом и деревьями. Постараемся успеть до заката солнца и поторопимся. После большой и длинной лестницы мы начинаем видеть первые предпосылки дюн. Посмотрим их повыше. Высота 63-64 метра. Но самый кайф смотреть на них оттуда, со стороны моря. Высота F ровно на Куршской косе. До границы с Литвой примерно километров 15. Да, я совсем забыл сказать, что Куршская коса входит во всемирный список ЮНЕСКО, поэтому все, кто любит по этому списку путешествовать, обязательно к посещению лес. И мы идем на самую-самую-самую дальнюю точку с неплохим видом, откуда уже устремимся в воздух. Покажу с высоты. На стенде изображена бывшая деревня пруссов Криви Кривайто, то есть нынешний поселок морской. И здесь показано, каким образом дюна засыпала населенный пункт. А мы двигаемся дальше, на следующую несмотровую площадку. Природные особенности. Тело косы состоит из песка, покрытого тонким, в несколько сантиметров толщиной, растительным слоем. Образование этого слоя происходило в течение многих десятилетий. Куршская коса — уникальный природно-антропогенный ландшафт и территория исключительного эстетического значения. Крупнейшее песчаное тело, входящее наряду с хельской и балтийской косами, в балтийский комплекс песчаных кос, аналогов которому нет в мире. Высокий уровень биологического разнообразия, обусловленный сочетанием различных ландшафтов от пустынного дюны до тундрового верхового болота, дает представление о важных и длительных экологических и биологических процессах в эволюции и развитии наземных, речных, прибрежных и морских экосистем и сообществ растений и животных. Наиболее значительным элементом рельефа косы является сплошная полоса песчаных белых дюн шириной 300 метров до 1 км, высотой до 67 метров, дюновица круга — одна из самых высоких в мире. Куршская коса содержит природные ареалы, наиболее представительные и важные для сохранения биологического разнообразия, включая те из них, где сохраняются исчезающие виды. 72% территории косы занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных — лоси, косуля, кабан, лисица и другие. Куршскую косу называют «птичий мост». Благодаря своему географическому положению и ориентации с северо-востока на юго-запад, она служит коридором для мигрирующих птиц 150 видов, пролетающих из северо-западных областей России, Финляндии и стран Балтии, страны Средней и Южной Европы и далее на север Африки. Ежегодно весной и осенью над косой пролетает от 10 до 20 миллионов птиц, значительная часть которых останавливается здесь на отдых и кормежку. В дни миграции над косой ежедневно пролетают до миллиона пернатых. Гнездятся здесь 102 вида птиц. История косы В X-XI веках на Куржской косе существовало поселение викингов. Оно находилось рядом с нынешним поселком Рыбачий. Впервые следы викингов были обнаружены немецкими археологами еще в 1893 году, но только в 2008 году в ходе работ, проводившихся калининградскими археологами, удалось установить, что викинги имели на косе постоянное поселение. В ходе раскопок было обнаружено много предметов, характерных для материальной культуры викингов. В середине XIII века Куржская коса вошла в состав владений Тевтонского ордена и служила самой короткой дорогой между северной и южной частями земель ордена, соединяя его столицу Мариенбург, замок Кенигсберг с окружавшими его тремя городами, и Мемель, нынешняя Клайпеда. Рыцари построили здесь несколько сторожевых замков для отражения набегов воинственной литвы и жмуди и кирпичный заводик. В то время на косе поддерживался безукоризненный порядок. Но как только орден пришел в упадок, на косе началась вырубка лесов и выпас скота, что привело к уничтожению растительного слоя, закреплявшего пески. Защиты от ветра не стало. Тонкий слой почвы вытоптали копыта коров, и дюны начали разрушаться. Обнажившиеся пески стали перемещаться под действием ветра и засыпать целые деревни. В середине XIX века здесь образовалась настоящая пустыня. На полсотни километров к северо-востоку от Заркау, нынешнее лесное, тянулись песчаные безлесые холмы высотой 60-70 метров. Такое положение дел не устраивало прусские власти, и здесь начались работы по озеленению косы. К Первой мировой войне наступление дюн остановили, а косу засадили соснами. Чтобы защитить берег от образования новых дюн, построили искусственную авандюну, протянувшуюся вдоль всего 100-километрового морского побережья. На косе действует одна из первых в мире и старейшая в Европе орнитологическая станция Фрингела, расположенная в поселке Рыбачий. Она была основана немецким теологом и любителем птиц Иоганнесом Тенеманом в 1901 году. В 1937 году появилось распоряжение о создании государственного природного заповедника «Немецкий лосиный лес». Созданный тогда заповедник включал земли к востоку и юго-востоку от Куршского залива общей площадью 46 550 гектаров. В 1939 году к немецкому лосиному лесу были присоединены лесные зоны Куршской косы. В 1941 году заповедные леса были выведены из провинциального подчинения и непосредственно подчинены имперской службе лесного и охотничьего хозяйства. Несмотря на свою короткую историю, работникам этого заповедника удалось достичь небывалых успехов в развитии охотничьего хозяйства и селекции восточно-прусского лося. До 1945 года жившие на Куршской косе курсионейки говорили на своем собственном куршском наречии, близком к латышскому и литовскому. Для обозначения принадлежности лодок куренасов к тому или иному рыбацкому поселению использовались специальные вымпелы. Большинство курсионейоков были немецкими гражданами. В конце войны они эвакуировались в Германию. В связи с этим куршская коса лишилась собственного языка. Сейчас куршским наречием владеет несколько десятков пожилых людей, большинство из которых живет в Германии. В советское время на Куршской косе проходили съемки фильма «Остров сокровищ» и некоторых других. В 2007 году правительство России приняло решение создать на заповедной косе особую экономическую зону туристско-рекреационного типа. Однако пять лет спустя, на декабрь 2012, АОС Куршская коса была ликвидирована из-за отсутствия потенциальных инвесторов. Национальный парк Куршская коса был создан постановлением Совета министров РСФСР, от 6 ноября 1987 года под номером 423 на южной половине косы, по административному делению, относящийся к Зеленоградскому району Калининградской области РСФСР. Что посмотреть? В парке организованы несколько точек притяжения для туристов. Посетить все достопримечательности и пройти все маршруты за один день сложно, да и нет в этом необходимости. Достаточно выбрать только самое интересное для вас. Поэтому сначала дадим краткое описание всех точек в порядке их следования по маршруту от Зеленоградска. Решайте сами, какие из них вам захочется посетить. Маршрут Королевский Бор, 6 километров от начала косы. Это пеший маршрут протяженностью почти 3 километра. Проходит по территории вековых хвойных лесов. Имеет выход на берег Куршского залива. Маршрут не очень популярен среди туристов, поэтому здесь можно погулять практически в одиночестве, послушать тишину и подышать чистым лесным воздухом. Визит-центр музейный комплекс 14 километров от начала. На территории музейного комплекса находятся визит-центр и музей под открытым небом, включающий деревню времен эпохи викингов Древняя Самбия, дендрарий культурных растений, причал с катером, интерактивный комплекс, детский городок и коллекция деревянных скульптур. Здесь можно приобрести сувениры. Орнитологическая станция Фрингела, 23 километра от начала. Осенью и весной над национальным парком Куршская коса пролетают миллионы птиц. Они направляются в теплые страны Южной Европы и Африки. В это время работники станции расставляют огромные сети для ловли пернатых, регистрации и кольцевания. Протяженность маршрута – 500 метров. Он проходит по территории полевого стационара биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц. Стационар Фрингела функционирует не круглогодично, а сезонно. Имейте это в виду. Высота Мюллера – 31 километр от начала. Высота Мюллера – самая высокая точка дюны Болотной. Это пеший маршрут протяженностью 2 километра. Проходит у подножья дюны по вековым насаждениям елей и сосен. Маршрут оборудован смотровой площадкой, находящейся на высоте 45 метров над уровнем моря. Со смотровой площадки можно увидеть красивейшую панораму, с которой открываются виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на его берегу поселка Рыбачьего. Озеро Чайка – 32 километра от начала. Самое большое пресноводное озеро Куршской косы, длина 1400 метров, ширина – около 400 метров. Является местом отдыха, здесь оборудованы специальные места для пикника со столами и скамейками, мангалами и биотуалетами. Маршрут «Танцующий лес» – 37 километров от начала. Один из самых популярных маршрутов среди туристов. Маршрут знакомит с необычным участком соснового леса, посаженным в начале 60-х годов XX века на дюне Круглой. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют в этом месте косы, необычную закрученную форму. Хотя, почему они закругляются, понятно. Ветер и песчаная основа загибает дерево по мере его роста и взросления. Маршрут «Высота» – 42 километра от начала. Это пеший маршрут протяженностью 2-3 километра туда-обратно. Один из самых популярных маршрутов среди туристов. Маршрут проходит по юго-западному склону Дюны Ореховой, одной из самых высоких дюн в Европе. Здесь находится самая высокая точка Курской косы, названная высотой Эфа, в честь немецкого дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков. С обзорных площадок маршрута открываются неплохие виды и полное многообразие ландшафтов косы, море-залив, пространство, покрытое лесом, уютные домики поселка Морское. В период борьбы с последствиями дюнной катастрофы, многие люди потрудились над закреплением кочующих дюн, патчмейстер Куверт, лесоводы Бьерн, Зенфтфлебен, Мюллер и Герхард. Но труды их все же имели спорадический характер. Всем им не суждено было достичь коренного перелома в ситуации на косе. Победителем в этой долгой борьбе по праву считается немецкий лесовод Вильгельм Франц Эфа, родившийся в 1828 году в Голдапе, на территории нынешней Польши, а тогда – Германии. Эфа был дюнным инспектором, разработавшим успешный метод закрепления дюн. В XIX веке прусское правительство приняло решение о проведении работ по сохранению Курской косы, в первую очередь населенных пунктов и почтового тракта. На фоне этого решения в 1864 году Франц Эфа был назначен Королевским дюнным инспектором по лесовосстановлению и параллельно исполняющим обязанности управляющего курортом Кранц, ныне Зеленоградск. Проведение успешных лесовосстановительных работ стало возможным благодаря наличию защитного пляжевого вала Авандюны, строительство которого продолжалось в течение всего XIX века. Защитный вал Авандюна возводился посредством сооружения невысоких хворостяных заборов, которые осаждали летящий с пляжа песок. После того, как они заносились песком, на вновь образовавшемся валу ставили новые ряды заборов и таким образом после четырех-пятикратных повторений этой операции наращивали проектную высоту вала. Потом для закрепления вала на нем производили посадку трав песколюбов, песчаного овса и колосника. Когда пески затягивались мхами, производилась посадка саженцев сосны. Обычно весь этот процесс затягивался на десятилетия, поэтому для Эфы он был совершенно неприемлем. И тогда он разработал новый способ посадки. Впервые для укрепления дюн Эфа стал использовать невысокие прямоугольные клетки из хвороста или тростника, в которые высаживал саженцы сосны с комом земли. Позже вместо обыкновенной сосны он стал широко использовать саженцы сосны горной, которая хорошо себя зарекомендовала при закреплении дюн в Дании. В 1891 году, по окончании работ на дюне Петш, которая грозила засыпать поселок Пелкопин, благодарные жители поселка назвали первую вершину этой дюны высотой Эфа и установили памятный камень на почтовом тракте. Масштабные работы по закреплению дюны Петш спасли от неминуемого засыпания песком 18 жилых домов, в которых проживало 123 жителя, а их организатору принесли почетный титул победителя кочующих дюн. Ну вот мы и закончили наше посещение Курской косы. Катя, скажи, какие у тебя впечатления? Захочешь ли ты сюда еще раз вернуться, скажем, летом, в августе, когда тепло? И вообще, поделись своими впечатлениями, насколько здесь действительно классно. Тебе понравилось? Нет. Почему же? Скучно. Нельзя на песочек выходить. Но это причина номер раз. Почему, например, ты не захочешь сюда возвращаться, а причина номер два? Ветрино, холодно. Нет, не будет никакого дубля. У меня 4 минуты осталось. Я намонтирую как надо. Нет? Да, говори, продолжаем. Мы продолжаем. А еще не стоит им этого. 300 человек и еще 150 рублей за машину. Не стоит. Лучше вернуться. И с другой стороны, уже с видом на Балтийское море, есть пляж. Тоже рядом с высотой Эфа. Поэтому, если будет желание, просто перейдите через пешеходный переход и окажетесь вот в этой точке. Дорога, точка, а вот это уже самодюна. Дорога, торгgeneration. Красав춘 конфир 1 сетя. Достопримечательности и туризм. На косе имеются песчаные пляжи, позволяющие искупаться как в Пресноводном заливе, так и в Соленом Балтийском море. Благоприятные климатические условия позволяют отдыхать на Курской косе в период с мая по ноябрь. Самая крупная турбаза косы Дюны расположена в 15 километрах от Зеленоградска на берегу залива. Со стороны Литвы часть Курской косы занимает 52 километра. Здесь лучше, чем в южной части, сохранились многовековые традиции, поэтому рыбацкие деревушки выглядят так же, как и сто лет назад. Летом сюда приезжают, чтобы позагорать на пляжах, покататься на велосипедах по многокилометровым дорожкам. В сезон здесь популярны прогулки по заливу на маломерных судах. Современные угрозы национального парка. Несмотря на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжается беспорядочная и хаотичная застройка российской части Курской косы частными коттеджами. Всего в 22 километрах от Курской косы компанией «Лукоил» осуществляется добыча нефти на шельфе Балтийского моря в Калининградской области. Деятельность «Лукоил» в Калининградской области началась в 1995 году с приобретения активов ООО от «Калининграднефтегаз». «Лукоил» ведет добычу нефти и газа на территории Калининградской области и шельфе Балтийского моря. Самая крупная залежь на шельфе Балтики была открыта в 1983 году на площади Ди-6 в акватории, расположенной в 22 километрах западнее Курской косы. Добыча с месторождения ведется с 2004 года. Ехать на косу можно в любое время года, здесь всегда найдется чем заняться. Национальный парк открыт круглосуточно и круглогодично. Практические рекомендации. Закладывайте целый день. Не стоит совмещать с другими экскурсиями или занятиями. Дорога туда-обратно от Зеленоградска составит в общей сложности 90 километров, а от Калининграда вообще 180. Вы будете много ходить, а из некоторых точек вам не захочется быстро уезжать. Думаю, что имеет смысл заложить в маршрут, например, перекус в кафе на набережной Зеленоградска или прогулку по курортному проспекту вполне можно, но осматривать весь Зеленоградск по пути не стоит. Устанете и времени не хватит. Берите удобную и практичную обувь. Это все-таки природный заповедник. Удобную, чтобы нигде не натирала, так как ходить будете много, а практичную – на случай дождя. Да и просто гулять по песчаной береговой линии на каблуках или в дорогой обуви – не лучшая идея. Возьмите перекус. Обязательно воду или другие напитки, а также плед для пикника. На свежем воздухе чувство голода проснется быстро, а пикник на берегу моря можно будет устроить в любой момент. Скачайте аудиогид по Курской косе от администрации национального парка. Это очень полезное приложение. Оно работает автономно без интернета. Аудиогид включается сам, когда вы подъезжаете или подходите к какому-то важному объекту и рассказывает все о нем. Отличная возможность сэкономить на живом гиде. Включайте его прямо в машине, он будет рассказывать что-то интересное всю дорогу. Учтите, что на популярных объектах, вроде высоты Эфа, в сезон может быть много людей, поэтому лучше захватить наушники, чтобы не беспокоить других туристов громким звуком. Ссылки на аудиогид по Курской косе от национального парка для андроида и Apple я предоставлю под видео. Очень важно, соблюдайте скоростной режим. В принципе, разогнаться на узкой и извилистой дороге и так не получится. Но есть несколько ровных участков, где возникает желание ускориться даже у законопослушных водителей. Именно на таких участках и стоят представители госавтоинспекции. Не попадайтесь на эту удочку. Кроме того, вряд ли вы захотите, например, сбить молодого лося. Именно это произошло на косе в апреле 2021 года. Численность лосей в парке с 14 особей сократилась до 13. Стоит отметить, что за уничтожение животных Курской косы предусмотрено материальное взыскание. Например, ущерб за сбитого лося составит 80 тысяч рублей, а за лося убитого при охоте – 400 тысяч рублей, за дикого кабана соответственно 30 тысяч и 150 тысяч рублей, за косулю 40 тысяч и 200 тысяч рублей, за пятнистого оленя 60 тысяч и 300 тысяч рублей. Штрафы серьезные. В сезон лето поездку лучше планировать в будние дни. На выходных к туристам присоединяются местные жители и на въезде на косу могут образовываться пробки. А если при этом еще и погода хорошая, пробки могут быть километровыми. За ситуацией можно следить онлайн через веб-камеру на въезде на Курскую косу. Ссылку на веб-камеру, работающую онлайн, я также прикреплю к описанию в этом видео. Стоимость посещения. Курская коса – это национальный парк и за посещение парка в целях туризма и отдыха нужно заплатить согласно законодательству Российской Федерации. Стоимость посещения на одного человека – 300 рублей. До 1 января 2021 года стоимость была 150 с человека. Дети до 12 лет – бесплатно. Есть скидки для школьников, пенсионеров и других льготников, уточняйте на касте. Дополнительно оплачивается въезд на автомобили или мотоцикле – 150 рублей за одно механическое средство. Огромное спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и делитесь выпуском в мессенджерах, социальных сетях. Буду рад, если поставите оценку моему видео. Увидимся в новых выпусках по Калининградской области, Крыму, Северо-Западному федеральному округу, Петербургу. До скорого! Продолжение следует...